У работников промышленности зарплаты за год выросли на 30%. За первое полугодие номинальный среднемесячный заработок в организациях – более 2000 рублей. У горнодобытчиков оплата труда в рублевом эквиваленте увеличилась в шесть раз к июню 2022. Это лучший показатель в стране. Численность работников промышленного комплекса – почти 146 тысяч человек. В Беларуси в ближайшее время начнется производство легковых автомобилей под брендом «Хонг Чи». Займется им предприятие «Юнисон» совместно с китайскими партнерами. Первые 36 машинокомплектов уже находятся на заводе. Задача на этот год приблизится к 1000 единиц. В стране наступает сезон острых респираторных инфекций. Традиционно он длится с октября по апрель. В преддверии эпидемического подъема заболеваемости гриппом проводится кампания вакцинации населения. В Бобруйске на бесплатной основе привиться можно будет российским препаратом на платной французским. В стране 22 сентября традиционно пройдет акция «Всемирный день без автомобиля». Тема 2023 – «Берегите энергию». Бобруйчан призывают сделать дружественный шаг к сохранению природы. Использовать альтернативные машинам способы и средства передвижения. Гулять пешком, ездить на велосипеде, самокате или общественном транспорте. В четверг по всей стране пройдет экстренная эвакуация людей из зданий. Это затронет предприятия, ведомства и учреждения образования. Волноваться не стоит. Такие меры предпринимаются, чтобы каждый понимал, как действовать в случае ЧП. К акции подключаться и органы здравоохранения.